Уже давно я хотел сделать соус мушкетер. Я могу сражаться. Фантастик соус готов. Всем привет, сегодня с вами Шавильян, настоящий Гасконец. Мушкетер сегодня, она вот эта маленькая книга, которая наша библия, когда повар, и там несколько штук, но по-французски только. Это не что начинает, а это база кухни, B это гарнир и соус, C закуски, D суп, E все про яйцо, F все про рыба и так далее, и так далее. У меня интерес сейчас, это B соус, беру B соус. Конечно, все вот это, один нормальный французский шеф-ковер, нужно знать все вот это. Это 8000 рецепт, в одну, одну книгу. Очень интересный факт, это на все вот это книга, есть только один место, где написано, что не будет, потому что очень интересно. Смотрите, что там написано, московит это московский соус, а мушкетер это соус для мушкетеров. И они в одной французской книга. Для меня это очень смешно, соус для мушкетеров. Это халуне соус с базой майонез, то самое первое нужно сделать майонез. И сегодня я вам скажу, как сделать майонез с кондитерский комбайн, потому что обычно мы сделаем руками. Раньше, чем вот это, нужно выпарвить два штука. Первый штука, темный тельятинобульон, или говядинобульон, или буйон на кости. И получаю, сделать глаз или домиглаз. Есть видео для вот этого, то есть у меня домашний буйон. Просто положим туда и просто его выпарвить до глаз, чтобы будет по чаю ездить заранее. Вот это, вот это глаз. Первый штук, который нужно готовить. Второй лук-шалот, который будем резать тонкие-тонкие сизоле, очень тонкие сизоле. Вот это соус мускетер. Я могу сказать, что это плюс-минус сестра соус бернез, то просто соус бернез. Это горячий, сей масло севошное. А соус мускетер, это база майонез, не оландез, майонез. Се много вкус. И важно вот это глаз до вино. Очень важно положить глаз до вино, потому что вот это все поменять. О, лук-шалот хватит, оп. Подожди, на холодной касхуле. Никакой жарится, никакой нет. На холодной касхуле, без никакой огни. Бери вино, сухое бери вино, обычно. И вот это будем выпаривать. Вот это время сделаем майонез. То есть берем яйцо и сделаем желток. Туда. Бельки оставим для бизе, или для финансиер, или для твил, или для бисквит ланг деша. Вариант есть. Старый желток. Дижонский горчица. Эта холодная должна быть сильная. Должна чувствовать горчица. Поэтому два красивых ручка. И тушь-де-шеф. Обычно мы сделаем руками. Можно сделать руками. Но сегодня я вам скажу, как сделать все комбайны. Перемешиваем. И теперь положим масло растительное. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Добавляем чуть-чуть оливковое масло. Теперь будем посолить. Поперчить. Чуть-чуть уксус. Белый, яблочный. Белое вино. Белый бальзамический. Если нет. Лимон. Лайм. Оп. Вот это отлично. Вот смотрите. Вот это. Все белое вино выпарвились. И остается только шалот. Вот это лук шалот. Сразу убираем в кастрюлю, которая горячая. И охладим быстро. Потому что что может быть проблемой, если вы сделаете вот это дома, я вам рекомендую сделать супер соус для холодной мяса, для пикника. Охладим. Если вы положите вот это в горячий майонез, конечно, это будет проблемой. Майонез будет отслоиться. То есть холодильник. Попробуем наш майонез. Наш глаз, когда выпарвился, когда охладил, это получается вот это. Глаз довьем. Это очень концентрированный, положим в майонезе. Перемешиваем. Туда можно положить сейчас побольше перец белый, побольше черный перец. Если у вас есть, можно добавить каенский перец лучше. Должен быть для мушкотеров. Просто. Не очень пикантный, но вкусный. Вкусно. Уже поменять цвет. Потому что глаз довьем. Потому что чуть-чуть каенский перец. Теперь шнит лук. Добываем наш шнит лук. Туда. Ням-ням-ням. Перемешиваем руками просто наш шнит лук. Наш шарот, который холодный. И туда добавим. Перемешиваем наш шарот тоже. Супер красивый соус. Вау, это фантастик соус. Поражим в традиционный соусник. Настоящий. Вау, и наш фантастик соус готов. Сейчас беру мясо. Я заранее готовился в духовке. Очень вкусный карбонат. Соль, перец. Внутри чеснок. И будем его кушать холоднее. Это называется roti de po froid. Это очень вкусно. Это просто жарился на каждой стороне. Чуть-чуть. Когда жарить на каждой стороне. Духовка полчаса. Потом оставить, охладить внутри фольга. До холоднее. Потом холодильник, чтобы твердый, резать. И все. Возьмем туда. И теперь можно попробовать. С удовольствием. И вот этот соус. Сейчас чувствую, как дахтанем. Я могу сражаться. Оставить лайк и пишите комментарий. Вот этот соус тоже можно сделать. Вот это вкусный салат. Пимонтезе. Это отлично. Это докторская колбаса. Длино. Вашу. Продолжение следует...